Здарова, 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 дружище, что-то я оброс, да, как бы, и я не знаю, я просто очень не люблю стричься, хотя у меня есть приятель, который может приехать под стричь, он бывший прихмахер, с ним можно побалаболить, вообще как бы всё хорошо, но что-то я всё, на потом откладываю мой звонок к нему, но у нас вообще разговор не об этом, сегодня, сегодня у нас не обзор, у нас именно знакомство с новым героем, под названием, что там, Фрости, Херорости, да, я понимаю, вы уже о нём, наверное, знаете вообще всё, что угодно, лучше меня, я никакую инфу о нём не смотрел, единственное, что я знаю, то, что его ставят на защиту, на защиту на битве гильдий, и это скорее даже видео не для вас, да, а для меня, ну, а может быть, кто-то из вас посидит, посмотрит, типа, как я потуплю и так далее, постараюсь это видео сделать коротким, потому что я его хочу опубликовать до 10 вечера, в 10 вечера мне уже хотелось бы запустить фан-стрим, ещё сбегать в магазин, купить какую-нибудь бутылочку вискаря, взять колы, этот раз без, скажем так, дорогого алкоголя, по-простому, посидим без понтов, вот, так что, если что, приходите, нахожусь я на аккаунте игрока под ником счастливчик, да, вот эти иероглифы переводятся счастливчик, мы даже можем тут, подожди, ау, бесплатно, да, ударить, нихера, вот так вот, короче, переводятся как счастливчик, забираем тут штуки, да, самоцветов у нас мало, блин, постараюсь, я, конечно, не обещаю, постараюсь это видео сделать 10-минутным, просто может слюнки попускать на какого-то полезного, крутого героя, игрок находится в гильдии под названием Томск, я не знаю, принимают, но, судя по всему, раз номерочек ватсапа оставлен, значит, всё-таки в эту гильдию принимают, друзья, это у нас битва о гильдии, ёпта, битва о гильдии, второе место, атака фартов первая, короче, номерочек ватсапчика указан, да, если вы ищете для себя гильдию, в особенности, если вы из Томска, то, как бы, заходите, вступайте, аккаунт у нас непростой, во-первых, лям силы, лям силы, конечно, силы тут поменьше, чем у меня, сейчас трудно встретить игрока, у кого сила меньше, чем на моём основном аккаунте, но, тем не менее, тем не менее, посмотрите, да, что тут по эпикам, что тут вообще, чё тут, с чем тут, посмотрите, посмотрите, сколько здесь тридцатых прорывов, да, живут же, как говорится, люди, то есть, мой аккаунт по сравнению с этим аккаунтом можно называть раздутым, потому что здесь, как бы, ты тут такой смотришь, ну да, понятно, откуда здесь сила, но она при этом ещё меньше, чем у меня. У нас герой добавился Фрост, это эпические герои, морозные стрелы, вот при вас, не пизжу, вот я просто как на духу, да, вы знаете, я немножко отдалился от БЗ, я вообще отдалился от Ютуба, ну вот, вот при вас читаю умения, ну, кстати, здесь прокачано только на 12 уровень, с проклятым доспехом герой тестился, вот сейчас поставился щит дракона, давай, наносит урон в размере 390% атаки, от атаки одному случайному, одной случайной вражеской цели в приоритете героя противника, ага, ага, то есть, смотри, если будут юниты, будет бить по юнитам, но если помимо юнитов ты ещё будешь выпускать героев, как я понимаю, он будет бить именно по герою, ну окей, допустим так, и целям вокруг неё каждую секунду в течение 6 секунд, ну да, он там, типа, такой, как бы, массовый, типа, удар, но по самому, на самом деле, площадь там небольшая, но не суть, ага, в течение 6 секунд, окей, также на 2 секунды обезоруживает и сдерживает все цели, которые получили урон от этого навыка, увеличивает скорость атаки этого героя на 78% в течение 6 секунд, этот герой невосприимчив к оглушению и молчанию, уменьшает получаемый урон на 60% и быстро восстанавливает энергию, когда герой выполняет базовую атаку, все вражеские герои будут получать на 3% больше урона в течение 5 секунд, 3%, ты серьёзно? Я понимаю, там, на 10, на 20, окей, на 3%, на 12 уровне умений, серьёзно, вот, вот, типа, могли вообще нахер это не писать, ну просто зовут 3%, господи, вау, 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 3%, ёпта, нихера себе щедро, я, блядь, придумали герои, этот эффект складывается, его нельзя убрать, а, вот, то, что он складывается, ну, короче, всё равно, блядь, понимаете, они пишут одно, работать оно может по-другому, отображаться по-третьему, а по-четвёртому мы будем понимать, ну, то есть, ну, окей, если он там что-то складывается, а, а, сори, то есть, если он выполнил одну базовую, ну, типа, это как имеется в виду, поправьте меня в комментариях, если он выполнил одну базовую атаку, кого-то стукнул, то все герои на 3% получают больше урона, потом ещё раз кого-то стукнул, ещё на 3%, и вот так вот, он там 5 раз ударил, уже и 15%, а если 10 раз ударил, уже все 30%, ну, тогда ещё окей, если в этом случае, то окей, но, тем не менее, я его видел на защите на битве гильдий, и, как бы, он там базовые атаки никакие не наносит, он там, наверное, с воодушевлением стоит, как бы, всё, вот, вот, вот о чём я вам говорю, снаряжение, созвездие, точность стоит, окей, ну, типа, я так понимаю, он наносит до хера урона, потому что я вот единственное, что про него слышал, да, там, ну, по крайней мере, в чате, там, кто-то на стриме спрашивал, типа, какой талант не уставить, там все кричали про проклятый доспех, но, я думаю, у топовых каких-то игроков, у них там плюс 100-500 этих героев, талантов, вариации, вообще, под каждую локацию, арена то там, то сё, ну, вот, спрашивал хозяина данного аккаунта, но, если он говорил именно по поводу этого героя, что он, типа, от него ожидал лучшего. На битве гильдий, на битве гильдий данный герой стоял, но, опять же, опять же, как бы, я бы не сказал, что он там супер-проблемы какие-то создал, и, с другой стороны, ну, я только секачем нападаю, да, ну, когда ты идешь атаковать секачем, без командоры, вот, а если у тебя еще руки с задницы, как у меня, то, в принципе, так, как бы, у тебя и так могут быть проблемы, ты и без этого Фроста можешь слиться, да, про, как бы, так что, вообще, не показатель. Вот, против Минотавра, да, было бы интересно, мне надо не полениться одну битву гильдии пойти, как бы, Минотавром попробовать, попроходить, особенно там, где будет, грубо говоря, Фрости, ну, да, типа, жизни, конечно же, нихера не будет, даже в сраном рейде, даже в сраном рейде, ну, понятное дело, да, у нас в игре работает все по совокупности, но... да, его хуярит, хуярит. Короче, я говорю, это мое чисто знакомство, может быть, я когда-нибудь, возможно, если мне повезет, я его, конечно же, выбью, но тогда уже его, наверное, и потеш, потому что вот сейчас там что-то куда-то бегает, что-то вам варварит рассказывать, я записываю, епта, этот обзор, недообзор через уже неделю, когда его вели вы, и так, это вы можете рассказать, поделиться сейчас в комментариях, вообще, что, как вам этот герой, да, ну, вот, а я так зашел, типа, войска распиздяев, погнали, вот это вот все, потому идем просто вот в стандартную эту херню, будем просто посмотрим, как умение работает, хотя, опять же, я это умение, это умение... А, слушай, бля, вот здесь, конечно, это выглядит эпично, потому что что-то я вот такого количества стрел, грубо говоря, не видел, когда проходил битву гильдии, когда нападал... Ммм... Вот оно как... Ага! А, ну потому я и не видел такое количество этих стрел, потому что там, по сути, цель была одна. А басмот... Ёпта, слушай, да он оху... А он охеренен? А когда целей побольше, вы посмотри, как он выкашивает. Смотри, как он выкашивает. Ну, типа, подписчик, да, который дал мне аккаунт, он говорит, я ожидал от него большего, я думал, он там в подземках будет херачить. Ну, блин, ну, слушай, умение они, конечно, красиво прорисовали. Ммм... Ну, если я сейчас пойду в последнюю подземку, вряд ли он вообще включится, но... Ааа... Мне вот интересно... Мне вот интересно, типа... Он... О, ну да. Пизды, сразу получил. Не, ну, вот кошмарное подземелье, давай там, плевать, какие. Мне просто хотелось бы понять, ну, вообще, ну, здание залпом одним будет выкашивать, понятно, его надо по-другому собрать, и там... А, ёпта, а чё, у нас же, сука, в игре уже 6 лет существует магия, блин, может быть, я возьму и воспользуюсь? А? Может, я возьму и воспользуюсь? Подожди. Самоцветов, кстати, не так уж и много. Ну, допустим. Ну, вообще, по-хорошему надо ремку на него вставить. Ну, давай пока ещё так попробуем. Он успеет? Ну... Можно даже ему ещё... Ну... Ну, типа, его там... Ну, мне подписчик сказал, он там в PvP-режимах там его использует, ещё что-то. Не, ну, он так выкаблучивает. А я в какую кошмарку зашёл? Это... А, так это ёпта, 6-ая кошмарка. Я такой думаю, типа, о чё он? О чё он живой? Так это же кошмарка-то, посмотрите, вообще какая. Это всё херня. Подожди. Нет. Шестая кошмарка там, извини меня, блядь. Ну, давай седьмая. Ну, чтобы его не сразу крохнули, понимаешь? Ну, вот мне просто интересно, он здание, как он их... Ну, вообще, пока на здание щит не прыгнул, он выкаблучивал их сразу. Ну, не знаю, ну, не знаю. Ну, он прикольный, слушай, мне нравится какая-то магия работает. Бля, весело. Весело. Ну, давай сюда, там. Не, не, мне нравится, да, ну... Как бы я бы не отказался от него. У себя на аккаунте. Ну, вот так вот. Не знаю, вот так вот. Ну, вот он, смотри... Ну, слушай, ну, силёнок ему... Слушай, урон он до хера наносит, на самом деле. Урон он наносит до хера, и теперь понятно, да, почему на него там проклятый доспех. Вот это вот вся залупа ставится. Этот щит дракона. Вот это вот вся херобора. Ну, это как бы красиво. Подожди, ну, давай вспомним про магию. Пошли куда-то в рейд. Да, мы даже без ремки. Ну, плюс у него, типа, энергия там быстро набирается. Посмотрим, как он... А, ну, ясно. Здание, да. Здание вообще, как бы, моментально. Куда попал, всё. Ну, и по героям хорошо, на самом деле, прилетает. Замесует он нормально. Всё, ему, типа, дали раскочегарятся, всё, стоит, теперь накидывает. Сейчас его вырубят. У него на отхил ничего нет. А, нет, подожди, у него священный суд. Ну, хотя... Его загрыз... Ну, слушай, ну, не будет, блядь, то прикольно. Прикольно. Хочу себе. Хочу себе. Нахер, правда, не знаю. Ну, окей, ну, пущай, будет. Мне нравится. Мне нравится. Просто, немножко, знаете, какая тема непонятная. Ещё раз. Чё он делает, когда он попадает? Ай, блядь, нахер, нахер, нахер. Вы там вообще лайк-то поставили, ёпта, за мой самый этот неинформативный необзор. Бля, я теперь, понимаете, я настолько охуенный просто чувак, настолько классный, типа, ютубер, Что я, блядь, даже грёбаный алтарь не могу найти. Окей. На 2 секунды обезоруживает и сдерживает все цели, которые получили урон от этого навыка. Обезоруживает, ёптую, блядь, напридумывают, короче, всевозможных, скажем так, действий, свойств, да. То есть там, блядь, ста, накаменение, страх, хуях, плюс, блядь, блокировки, херовки, блядь. Типа молчанки, блядь, просто, вот сейчас уже обезоруживает, блядь. А потом ты думай, блядь, там, какая чара на что защитит, не защитит, на какого героя это будет действовать, на какого героя это не будет действовать. Просто, блядь, замуживают игру, блядь, до последнего края, блядь, заколебали. Ну, по идее, по идее, это как бы классно на 2 секунды. Ну да, он типа, знаешь, там, он подкидывает, наверное, проблем там какого-нибудь секущего. Ну, опять же, я проходил тех людей, у которых стояли на защите Фрости. Вот, вот что с Миносом, не знаю, но вы пишите в комментариях вообще. Ну, разработчики, да, типа, сука, сделали бы, блядь, стан, блокировка какая-то там. Ну, типа, стан просто там, герой встает, да, там, ну, короче, блядь, намудили они с этой хернёй, да. Да, вспоминаем невероятнейшие истории со Спектром, да. Короче, ладно, что я вам рассказываю, вы сами лучше меня всё знаете. Я это видео просто записываю для того, чтобы потом ваши комментарии почитать, чтобы вы мне рассказали, что это за герой. Да, ну, а на этом всё. Всё, я извиняюсь перед вами, хотелось бы попросить прощения, потому что я вам забыл, мы начали видео сказать, наложить, пожрать и залить там чая, кофе или пиво. Ну, не суть. Жду вас сегодня на фан-стриме, буду сидеть, расслабляться, просто с вами общаться с маленьким онлайном, без всяких игр. Просто будем балаболить на разные темы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok